здрасте 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 дорогие друзья мы находимся у меня на работе на основной на водоснабжение и здесь не пришла одна из моих замечательных идей попробовал я сегодня значит вот эту штуку пинаколада думаю а почему вы собственно не замешать ее в кальяне ну и так как у меня было много много дешевых табаков где очень много разных вкусов то есть вы можете тоже собрать этот микс он вам будет рублей 300 попробуйте себя дома в нем ничего сложного нету забил я его на чашки don't ball угли уже греются и на самом деле микс очень интересными самому очень интересно его попробовать я раньше его не мешал и раз уж вы видите это видео значит он получился действительно хороший все что нам понадобится альфа кирананас альфа кир мята и фасил кокос собственно говоря два ингредиента от пинаколады от самого коктейля и мята придаст нам немножко свежести в этот микс для того чтобы он ощущался как напиток и давайте вы посмотрите как я его забиваю потом вернемся уголечки разогреются покурим обсудим что-то как так что пойдемте вниз вот такой вот небольшой моментик самобытности вокруг бить сегодня будем на турку отдам болтурка 20 по моему она у них называется это глина с молочным обжигом а забивать значит будем вот эти вот табаки это альфа кир мята альфа кирананас и фасил кокос нам нужно собрать микс пинаколада значит в первую очередь мы берем ананас его должно быть подавляющее большинство так как пинаколаде насколько я помню основа идет именно ананасовая меряем по чашечке закинули где-то процентов 60 наверное ананас и можно его отложить берем фасил кокос кокоса наверное если здесь 60 ананаса ну процентов 30 наверно берем кокоса накидываем сюда потому что нам для придания эффекта напитка чтобы была небольшая прохлада как типа лед и так далее нужно будет мята и и нужно будет 10 процентов совсем немного чтобы она давала именно прохладу а не вкус мяты так фасил положили и последний штрих мята мята у альфа кира хорошая очень сильная ароматика я бы так сказал поэтому ее совсем чуть-чуть чтобы просто был на фоне оттенок мяты затем в руку и начинаем знакомить вкусы то есть не отжимать а именно смешивать их если начать отжимать то и без того как бы не особо влажные табаки вообще принципе вкус потеряет на мой взгляд если нахло отжимать она становится более пушистая и она курица начинает немножко мягче то в случае с альфа киром если его отжать то курица он будет минут 15-20 и потом вкусно не будет вообще перемешали табак затем распушим его можно по убирать бревна которые выявились в процессе я их убираю потому что мне некомфортно чувствовать подгоревший вкус а в основном эти бревна горят кто-то их убирает кто-то не убирает поэтому смотрите сами можете сперва покурить с бревнами потом без бревен и оценить что для вас будет наиболее комфортнее альфа кир в пачках по 50 грамм очень сильно запрессован за счет этого его очень трудно распушить но мы все-таки попытаемся сейчас максимально пушисто сделать его в чашке мы его все равно будем немножко утрамбовывать но здесь его нужно немного распушить пахнет микс уже сейчас достаточно приятно уже похоже на пинаколаду по запаху но нужно будет сейчас это все дело покурить чтобы понять что у нас вообще получилось берем табачок и закидываем его одной горсткой в чашку берем шило и шилом аккуратно разравниваем по чашечке табак можно даже в принципе без отступа делать практически в касание так будет максимально вкусно курица но будет немножко меньше по времени курица поэтому сейчас я руки вытру и те кто умеет делать без отступа в касание делайте этот микс без отступа он покурится ярче сочнее но он будет куриться недолго а для тех кто не умеет кто смотрит и только учится как-то как забивать как миксовать я сейчас вот руки и покажу как делать отступ мы берем чашечку и шилом или чем-нибудь подобным аккуратно вот так приминаем табак совсем чуть-чуть кончиком чтобы табак не прессовался а именно просто немножко приминался так он все равно остается воздушным но уже более плотным если запрессовать его сейчас пальцами или как нахло ладошкой то он просто впрессуется весь и будет не так вкусно курица как если его примять шилом не знаю опять же на мой взгляд из-за того то что мы курим на классическом кальяне делаем по центру вот такой вот небольшой колодец и здесь же вокруг него прижимаем это все дело для тех кому это важно фольга 14 микрон саянская четыре слоя все как бы по стандарту буду всего лишь второй раз курить домбол на фольге до этого пробовал курить на нем оверпак все равно как я не пытался понять эту забивку я ее не понял и так смотрите в центре мы помним мы сделали вулканчик поэтому в центре мы дырочки не делаем вот так не важно сколько дырок прямые кривые неважно как они расположены самое главное чтобы их было не слишком много и не слишком мало но вот приблизительно вот так и чтобы по центру если у вас там есть вулканчик не было дырочек проверяем тягу тянется нормально ну что сейчас разогреем угольки попробуем я поделюсь с вами впечатлениями давайте поднимаемся наверх поставим чашку на кальян и попробуем что она из себя представляет такой вот у меня классный прекрасный колпак на работе заколхоженный из того что было потому что но мне здесь как бы колпак особо не нужен меня устраивает такая конструкция для тех кому интересно чашка я уже говорил меня don ball turkish 20 довольно классная чашка сделана в основном под колодку с очень неглубокой ванной под табак но я пробую сейчас на фольге второй раз посмотрим через этого получится кальян фараон бист шланг какой-то силиконовый хрен пойми откуда персман штук в колбе вода ничего не обычного 5 минут прогрелась сейчас же через 15 будет 5 минут попробуем раскурить под колпаком посмотрим сосреди тяжик раскурится первые вкусовые ощущения потом снимем колпак покурим сравним потом я включусь уже с улицы когда буду докуривать его там приблизительно расскажу сколько это чудо курица 5 минут сколько приблизительно это будет курица ну и давай пробовать раскуривается со второй этажки просто прекрасно несмотря на то что мяты положились совсем чуть-чуть надо очень хорошо чувствуется да это пиноколаду совсем чуть-чуть чувствуется ананас мне кажется если бы положили от аргелине ананас и найти какой-нибудь кокос пободрее который держит вкус дольше чем фасил спасибо просто такой табак который курица вкусно примерно минут 20 потом просто теряет абсолютно весь вкус и это на самом деле достаточно печально но по ощущениям до получилось как раз таки один в один пиноколадо сейчас очень-очень хорошо начинает чувствоваться ананас он смешивается с кокосом мята дает легкую легкую свежесть и определенную сладость которая как бы присутствует пиноколаде это курица это действительно вкусно и сейчас я засеку время сколько приблизительно подобная забивка курица примерно грамм 12-15 табака я забил три угля крауна прогрев под колпаком пять минут на чашке дом-бол можете взять обычную турку она курица под практически так же как самая обычная турка которая там стоит 200 рублей в любом кальяном магазине ну и я наверное пойду покурю его потом включить еще раз и расскажу примерно сколько курица это забивка ну в общем ребят прошло 40 минут вот и вкус уже начинает потихоньку пропадать дымить еще дымит ну курица уже мало ну в общем забивочка прокурилась 40 минут достаточно неплохо а вот ананас от альфакера можно заменить ананасом от аргелине тогда вкус ананаса будет немного ярче и наверное нужно будет процентовку снизить до 40 процентов и как следствие немножко увеличить кокос потому что кокос перестал чувствоваться примерно через полчаса по желанию можно добавить каких-нибудь сливок крема но мне кажется и в таком исполнении подобный микс очень-очень даже хорош вам могу пожелать густых и вкусных заходите обязательно на канал будет еще интересные забивочки постараюсь выкладывать их как можно чаще как можно больше делать миксов потому что табаков пока что хватает для разгула фантазии так скажем локации будут меняться в общем вот так подписываемся и типа будет вам счастье ну и всем густого и вкусного пока ах да и совсем забыл можно еще и подписаться в instagram ссылочка будет в описании каждый вечер забиваю кальян каждый вечер буду выходить в прямой эфир буду делать забивочку и там можно будет посмотреть какие-то миксы которые не попадаются до или забивочки которые не попадают на youtube теперь точно пока